Здравствуйте! Продолжаем курс введения в телевизионную журналистику. Знакомимся со структурой репортажа и сегодня говорим о закадровом тексте. Процесс написания текста, внимание, это процесс сокращения текста. Как надо писать? Коротко, точно, разговорным языком. Знакомы эти правила каждому журналисту, редактору, режиссеру, но следует этим правилам далеко не всегда и не все. Так вот, категорически противопоказано. Ложная пафосность и многословие. Лишние слова в начале. Это дань школьному сочинению. Вот пример, как писать не надо. Этих замерзших людей и скажет всего одну фразу. Вот так эти люди живут уже три месяца. Все слышали про правила «нет картинки, нет сюжета». Если вы рассказываете про прием девочек в колледж по хореографии и при этом их будущие преподаватели смотрят на их мам, потому что склонность к полноте может передаваться по наследству, и если мамы эти не сняты, то это уже брак. Даже сюжетные линии вашего репортажа, они должны писаться под картинку. Но связь между текстами и картинкой очень условна. Показывать конкретную маму, из-за которой забраковали дочку, ни в коем случае не нужно. Здесь на первом месте режиссерская интуиция, но автор все равно должен прекрасно представлять картинку, под которую пишется текст. Текст обязательно нужно проговорить. Люди воспринимают ушами. Мы пишем рукой, читаем глазами, а надо писать ушами. Проговаривать внутри себя, выбирать неудобные и сложные слова, оставлять главное. Совет первый. Подбирайте особый язык. Пишем как говорим, говорим как пишем. Стиль разговорного, литературного языка. Литературный, потому что договариваем фразы, не употребляем сленговые словечки и вводные слова. Вот и так, впрочем, кажется, например, кстати. Это лишние слова. Каждое слово в эфире на вес золота. Разговорный язык, потому что легко ловится на ухо. Но разговорность и суперкраткость не значит косноязычие. Говорим простыми словами и избегаем категоричных определений. Никогда, навечно, навсегда. Ни один человек. В этом случае вы рискуете оказаться неточными, ведь мир непредсказуем. Ну, в общем-то, никогда не говори никогда. Совет два. Умейте ставить точки. В одном предложении должно быть не больше 12 слов. Почти каждое длинное предложение можно превратить в несколько коротких. Помните, краткость сестра таланта. Пример. Осенью этот водопровод уже однажды ремонтировали, но затем отложили дело до весны, и только по специальному распоряжению мэра летом начались строительные работы, которые в свою очередь растянулись до следующей осени. Ничего не понятно. А если написать вот так? Ремонт водопровода начался прошлой осенью. Не успели. Летом по специальному распоряжению мэра снова взялись за дело. Опять осень. Опять не успели. Ищите яркие конечные фразы. Вот как, например, заканчивался репортаж о Чечне. У этой войны нет тыла. Стреляют в спину. Не перегружайте зрителя фактами. Сложно запоминать цифры, имена, должности, названия фирм. Хорошо подумайте, надо ли это. Завод перерабатывает 50 тысяч тонн нефти за год. Это много или мало? Сравните с прошлым годом или с другим заводом с такой же мощностью. Цифры должны быть понятны, чтобы их можно было потрогать руками, осознать разумом. Они должны вызывать реакцию зрителей любую. От возмущения до счастья. Пусть цифры работают на вас. К примеру, берете число жителей микрорайона, его площадь и вычисляете, сколько метров придется на одного человека. И если каждый житель города выйдет на субботник, то ему предстоит убрать участок величиной со свою квартиру. Это же совсем мало. А город преобразится. Подобные подсчеты могут украсить ваш сюжет. Думайте о первой и последней фразе. Зрителю нужно войти в сюжет и включить полное внимание. Первая сильная фраза. Всегда короткая. Иногда парадоксальная и жесткая. Как дверь в сюжет. Последняя фраза. Это почти всегда вывод квинтэссенции сюжета. Ее зритель должен запомнить. Выбирайте главное. Желание сказать как можно больше? Ошибка. Слишком много начинки в пироге, где мясо и капуста в перемешку с повидлом плохо. Всегда задавайтесь вопросом, о чем сюжет. Лучше разделите тему на три сюжета, чем мешайте все в одно. Если у вас есть деньги на пиджак для эфира, не покупайте пять красивых кофточек, которые вы на эфир надеть не сможете. Важен синопсис и обсуждение с шеф-редактором и оператором. Теперь поговорим о такой любимой начинающими уловке. Пишу как хочу, это мой стиль. Тут нужно суметь отличить стиль от профанации. Первый признак того, что вы реально сделали стоящий продукт, это успех у зрителя. Но это только один из показателей, что стиль выбран верно. Причем не всегда убедительный. Настоящий стиль опирается на прекрасное знание языка, эрудицию и огромную работоспособность. Используйте в ваших текстах существительные и сказуемые. Прилагательные описывают картинку, а не дополняют ее. Деепричастие и причастие делают фразу длинной и плохо воспринимаются на слух. Избегайте канцеляризмов и лишних слов. Репортаж – это не отчет, а разговор со зрителем. Запрещенная лексика. В настоящее время эта проблема является. В свете предстоящих событий, мероприятий, в рамках. Поиграйте в звонок другу. Ну, типа представьте себе, что звоните другу и рассказывайте ему о вашем сюжете. Вы же ему не скажете? Я снимаю сюжет о том, что сегодня распахнула свои двери новая школа, которая является в настоящее время лучшей в районе по техническому оснащению. Слышите ложь и фальшь выбранного стиля? Переведите с русского канцелярского на русский разговорный. Наконец, открылась школа в нашем районе. Школа на уровне требований 21 века. Теперь поговорим о хороших приемах и советах. Повтор одного и того же ключевого слова – это «работает на сюжет». Короткие фразы, живой слог. Эмоции должны быть не у репортера, эмоции у зрителя. И, наконец, проверьте свой текст на ухо. Приводите факты, а не мнение. Журналист приводит факты, мнения высказывают эксперты и участники сюжета. Задача журналиста – разобраться в проблеме, вычленить главное, проверить информацию, донести ее до зрителя. Не нужно демонстрировать собственное отношение к проблеме. Местоимение «я» надо забыть. Выражение «мы надеемся», «мне хочется верить» – недопустимы в информационном сюжете. Приводите разные точки зрения. Стремитесь к объективности. Полной объективности нет, потому что слишком много фактов влияют на журналиста. Воспитание в семье, общий уровень культуры, наличие собственного опыта, личная неприязнь к кому-то. Но профессия требует отстраненности личности журналиста от события. Хронометраж на основе репортажа – 2,5 минуты. Проблемного – до трех. Следите, чтобы не было нескольких сюжетных линий. Следуйте правилу – один синхрон, одно появление в кадре. Не злоупотребляйте цифрами. Ответить на вопрос, о чем сюжет, должно быть легко. Вводите интригу, актуальность, разные точки зрения. Ну и используйте архивы. Знайте архивы своей телекомпании. Не начинайте день с чистого листа. Ищите идеи репортажей из архивов. На этом сегодня все. О структуре репортажа продолжим говорить на следующей встрече. ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ!